Жители другого районного центра страдают уже сегодня. В Белой Холунице серьезные проблемы с холодной водой. В заречной части города ее практически не бывает. По словам жителей, вода бежит тонкой стройкой, только ночью. В чем проблема? Расскажем далее. Все лежала с давлением, вот лежу я. Вообще, хотела уже скорую вызывать, таблеток наглоталась, вроде бы ничего. Никаких нервов не хватит терпеть такое, рассказывает жительница Белой Холуницы Надежда Адыкова. Что зимой, что летом, постоянные перебои с холодной водой. А если и бежит, то тонкой струйкой, и то чаще по ночам. В коммунальном смысле, рассказывает женщина, это полная катастрофа. Вообще капитально нет воды. Ладно, что вот зять привез пятилитровую бутылку водички. И вот этим вот пока я уже готовить, я уже ничего такого. Чаек маленько, чтобы это чуть-чуть. Умыться сегодня проснулась. Вот два глазика из ковшечка полила, был запас водички. И все. Зато через дорогу вовсю бьет коммунальный источник. От местной колонки ручьи все лето бегут во все стороны. Колодец переполнен. Не выдержала конструкция людского потока. Все ее берут, дети пьют. Ее просто теперь вот, мол, и куда он к нам делал. Причина коммунальной катастрофы банальна. Сети изношены, местами просто забиты. Приходят в негодность и скважины, из которых и получает воду город. На замену денег нет, хватает только на содержание. Более того, заниматься всеми этими сетями на данный момент просто некому. Летом этим еще усугубилось. Третьим моментом это проблема тем, что у нас происходит смена ресурсов с набирающей организацией. Старая находится в предупрежденном состоянии, введена в наблюдение в отношении нее. Но оно вновь создано, муниципальное предприятие, оно пока только-только еще начинает свою работу. Сейчас у местных одна надежда на руководство новой муниципальной ресурсной организации. Но очевидно, что решить проблему быстро не получится. Только на замену труб. По некоторым оценкам, потребуется до 3 миллионов рублей в течение 10 лет. У моногорода с проблемным предприятием денег таких нет.